Это колонка редактора на репортере. Я по-прежнему Виталий Хемий. Мы с вами записываемся на въезде, дробь, выезде из Одессы. Это, разумеется, не случайно. На этой неделе спецпроект Кругозор радует вас, уважаемая аудитория, уникальным репортажем, как мне кажется. Наша съемочная группа побывала во Львове, привезла оттуда сразу две программы, одну из которых вы увидите. Сутки наши журналисты были на Западной Украине. Разумеется, отметил бы я то гостеприимство, с которым нас принимала встречающая, принимающая сторона. Вы знаете, что гости из Одессы, нужно выезжать не с пустыми руками, если тебя ждут такие же щедрые гости. И я вот подумал, что можно людям, которые тебя ждут, которые тебя встречают, которые тебя принимают, что можно привезти из Одессы, такого вот чисто одесского. Мы знаем, допустим, что можно привезти сувенирного, полезного из Львова. Мы знаем, что можно привезти из Германии, из Австрии, из Израиля, из Чехии. Мы это везем. До ковидные времена это было сделать немного проще, но не суть. Я уже много лет думаю над этим вопросом, выезжая из Одессы к родственникам, которые живут в Украине, не за пределами, хотя бы в Украине, которые живут в Восточной Украине, в Центральной Украине. И думаю, о чем таким порадовать одесским, чтобы и колорит был, и память об Одессе. С чем ассоциируется наш город? Давайте будем перебирать вместе варианты. Все-таки мы находимся в туристической столице, так принято говорить, в туристическом центре Украины. Тельняшки, бескозырки, морская тематика. Вы прекрасно знаете, что все это давно делается или в Турции, или в Китае. Это в кавычках одесская тематика. Может быть, какую-то уникальную продукцию, что производит наш город. Пучки в томате, одесская шампанская. Ну, честно говоря, этого добра хватает в супермаркетах Киева, Днепра, Полтавы, Львова. Шоколад, кондитерка какая-то. Лет 9 назад я ехал к близким родственникам в Полтавскую область и нашел один еле живой магазин шоколадных кондитерских изделий, которые производились в Одессе. Купил, привез, порадовал. Через несколько месяцев и этого магазина не было. Известная шоколадная фабрика одесская почила в Бозе. Ну, ну и понятно, не выдержала конкуренции с магазинами предыдущего президента страны. Да и вообще у нас нет с этим проблем. Обидно, что ничего одесского, я имею ввиду сладкого одесского, ты людям не привезешь уже. Была такая идея, я ее не поддерживал, привозить из Одессы баночки с одесским воздухом. Ну, серьезно, вы думаете, это то, что действительно можно привезти из нашего города-миллионника. Как-то грустно становилось, когда перебирал все, что можно купить, привезти. Лет семь назад отчаялся и родственникам, опять-таки, центрально-восточную Украину повез вишню в шоколаде производства львийской майстерни шоколады, которых в Одессе уже тогда было несколько штук. Вот так вот ничего одесского я, увы, не нашел. Но такая ситуация касается не только чисто одесских продуктов, какой-то одесской сувенирки. У нас же даже сувенирки, которую в Одессе производят, ее нет. Посмотрите, на Дерибасовской, в сувенирных лавках, в переходах даже. Все большая часть того, что не производится, к сожалению, в Одессе. То же самое касается и туристической составляющей. Вот опять же, я возвращаюсь к нашей съемочной группе, которой за один день показали, конечно, Галопом по Европам и немного Львова, и немного области. Мои коллеги успели практически все. Представляете, приезжает сюда, ну даже не съемочная группа, приезжает просто группа людей, которые хотят активно отдохнуть. Да, они готовы передвигаться. Они не хотят ни Приморского бульвара, ни Потемкинской лестницы, ни Дерибасовской, они не хотят моря. Ну, какое море, когда за окном, извините, Стокгольм, плюс 10, ветер, дождь. Что мы можем предложить? Я уже не говорю про Одессу, я говорю про весь одесский туристический регион. Нашим гостям. Может быть, отвезти Вилково? Давайте посчитаем. Два часа дороги туда. Два с половиной, три. Давайте все-таки три закладывать. Три часа дороги туда, три часа дороги обратно. Два часа прогулки, может быть, на лодке. Какой-никакой обед, релакс. Ну и как бы световой день уходит. Все. Может быть, Белгород-Днестровскую крепость. Отличное место, шикарное место. Но что, кроме крепости, есть в Белгороде-Днестровском? По большому счету, ничего, никакого туризма, к сожалению, нет. Давайте посмотрим, может быть, севернее что-то есть в нашем регионе. Не хочется быть таким вот критиком, да, бесперспективным, безрадостным. Но когда вы слышите о том, что Одесса по каким-то причинам проигрывает в туристической сувенирной составляющей украинским городам, в этом есть не то, что доля правды. К сожалению, нам еще предстоит в этом плане работать. Начало лета, самое время об этом подумать. Это был Виталий Хемии, колонка такого редактора-пессимиста, может быть, редактора-реалиста. Оставайтесь на репортере.